Привет всем! Покажу вам, как я гуляю в эти дни. Как видите, это комната моя, вазончик мой. Это такой как балкончик небольшой. И вот так вот мы выходим дышать свежим воздухом в дни карантина в Милане. Но посмотрите на улицу, посмотрите на количество людей, на количество машин. Если здесь стоят долго, то можно увидеть, что довольно много людей вообще-то ходит. Сейчас 5 часов вечера. Вот там вот на площадке играют дети. Их не очень много, но они там вон ездят на велосипеде, играют в мяч. Здесь люди прогуливаются. Кто-то идет в супермаркет за продуктами. У нас за углом супермаркет. Отсюда его не видно. Но там вот есть небольшой супермаркет Carrefour. И сегодня впервые стали туда пускать порциями людей. Вон, кстати, пошел человек в маске внизу. Но мне кажется, что он китаец. Потому что все китайцы в Милане ходят в масках уже очень давно. А итальянцы как-то не так уж, не так сильно их надевают. Ну, в принципе, маски хирургические особо ни от чего не защищают, поэтому... Хотя, кстати, вон вон можно увидеть семья и женщина в маске. А дети и муж нет. Можно, конечно, поспорить об эффективности этого метода предохранения, когда только жена идет в маске. Но ничего. Видимо, она больше всех боится. Так, о чем я говорила, да, в Carrefour стали пускать по очереди. То есть нужно было очередь сначала на улице отстоять. И уже внутри можно было зайти по группкам. Групками людей. И очередь доходила на улице даже до 30 человек. Но она не очень долго двигалась. Вот. Ну, на улице сегодня прекрасная погода. Было вообще 19 градусов днем. Но максимум, что я это прочувствовала, это вот с балкончика. Выходила на солнышке погреться. Вот так. Вот, кстати, вот пожилой дедушка едет на велосипеде без маски. И вообще ничего не боится. Вот, кстати, напротив нас бар. Сейчас я приближу. Сидят вот тоже пожилые люди, пара пожилых людей. Нет, там даже их трое сидит. Сейчас трамвай проедет. Вон еще пожилая пара. Эти уже в масках. Так, о чем я говорю. Вот, допустим, в баре сидят втроем группа пожилых людей. И явно между ними дистанция меньше метра. И как раз вот из-за этого в основном хотят закрыть вообще по всей Италии, не только в Ломбардии. Все магазины, все бары, все места, где могут собираться люди, за исключением супермаркетов и аптек. Возможно, уже завтра введут эту новую меру. Пока что карантин работает так, что можно выходить, в принципе, куда угодно, если ты находишься в своем населенном пункте. Вон еще люди в масках подтянулись. Значит, можно выходить, в принципе, бесконтрольно. Если вот ты живешь в Милане, то ты можешь в Милане передвигаться куда хочешь. Если ты живешь, допустим, в Милане, но хочешь поехать в другой город, то ты должен аргументировать этот свой переезд, это свое перемещение. И нужно показывать документы, то есть можно поехать или по причинам работы, когда должно быть письмо от работодателя, или можно поехать по причине того, что ты возвращаешься в свое место жительства, где у тебя прописка, или где у тебя, ну там, не знаю, место жительства, где ты живешь, снимаешь квартиру. Или же можно перемещаться, если какие-то неотложные медицинские потребности, но тоже нужно это все аргументировать в письменном виде. Если что, там штраф 200-300 евро и до трех месяцев тюрьмы. Нельзя никому выходить, кто болен, кто сидит на карантине, кто у кого реально выявили коронавирус, и кто сидит прям вот с симптомами такими тяжелыми, им вообще нельзя выходить никуда. Потому что если их поймают на том, что они вышли, что они не соблюдают карантин, им грозит даже обвинение в убийстве. То есть если, не дай бог, кто-то от них заразится, заболеет и потом умрет, этим людям потом придявят до 20 лет в тюрьме по обвинению в убийстве. То есть настолько все серьезно. Вот там вот видно, что детки играют. Вообще люди ходят, люди ходят, и если сравнить, не знаю, там фото Милана в других его районах, я сама много видела, где там пустынные улицы, никого нет вокруг дома, все закрыто. Здесь в моем районе все абсолютно не так. Трамвай проехал, но он пустой, как было видно. Ну вообще этот наш рут номер 10, он не пользуется сильно популярностью, поэтому он часто ходит полупустой. Если закроют на полный карантин Ломбардию и все остальные регионы Италии, точнее, не так, точнее, если закроют Ломбардию сейчас на полный карантин, как это предлагают сделать, тогда не будет ходить транспорт общественный, и бары, вот эти вот все кафе, они тоже будут все закрыты. Будет закрыто все, кроме супермаркетов и аптек. Вот такая вот у меня прогулка. Хотела показать вам соседа напротив, но сейчас он ушел в вот этом балконе. Сидел молодой человек и работал за компьютером. Сейчас он ушел уже вовнутрь, наверное, потому что солнце ушло. Прямо вот напротив моего дома. Потому что, как вы знаете, в Италии очень многие компании перевели сотрудников на удаленку, на работу из дома, поэтому все сидят дома. Ну, кроме тех, кто не работает, и тех, кто ходит спокойно по улицам, как мы видим. То есть это дети, пенсионеры, в принципе, даже молодые люди абсолютно спокойно передвигаются. Вот так вот. Посмотрим, что будет завтра. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.